В этом видео я расскажу, как добавить музыкальный сервис и как его использовать. В приложении Sonos продуман каждый момент, чтобы улучшить ваше восприятие от пользования. Для начала зайдите в настройки. Сервисы. Добавить музыкальный сервис. Выбираем любимый из предложенных вариантов. Тут он найдется для каждого. Вы можете создать учетную запись в сервисе или выбрать уже имеющуюся. По вашему логину приложение автоматически прогрузит ваши данные с музыкального сервиса. Даем название платформе. Интерфейс каждого сервиса приближен к оригинальному. К примеру, тут у вас будут рекомендованные треки, а тут вся ваша музыка с Apple Music. Количество добавленных сервисов не ограничено. Давайте добавим еще один. Попробуем Google Play. Выбрав существующий аккаунт, копируем код, входим в систему и даем разрешение на доступ к аккаунту. Называем новую платформу и еще один сервис добавлен. Как видите, интерфейс Google Play отличается от Apple Music. Не обязательно скачивать все музыкальные сервисы себе на смартфон. Достаточно иметь в них учетную запись. Удобно, что вы используете меньше памяти, при этом имея доступ ко всей музыке со своих платформ в неограниченном виде. Если же на территории вашей страны не доступен какой-то сервис, но вы имеете в нем аккаунт, он все равно будет вам доступен. Давайте проверим на примере Tidal. Официально он не представлен в Украине, но доступен для Sonos. Навигация приложения выполнена очень удобно. Вы можете осуществлять поиск сразу по всем добавленным сервисам по категориям песня, артист, альбом. В проигрывателе всегда отображается, с какой платформы воспроизводится трек. Можно добавлять треки в плейлист Sonos, тем самым упрощая поиск любимых песен. Также в плейлист Sonos можно добавлять и альбомы. Для треков есть функции воспроизводить следующий, воспроизвести сейчас или поставить в конец очереди. Еще можно установить таймер, через какое время воспроизведение остановится. Теперь вы готовы к приятному прослушиванию любимой музыки без заморочек. Добро пожаловать в Сонос!